Друзья, я всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас очередная рубрика с ответами на вопросы. Я еще отобрал вопросы на еще один ролик и сегодня я на них буду вам отвечать. Будем делать точно так же, как и в прошлом видео. Я буду вводить вопрос на экран, вы будете его читать. Я буду сразу же давать вам ответ. Кстати говоря, сразу к слову хочу сказать, что этот ролик на этой неделе, скорее всего, наверное, последний. Потому что суббота и воскресенье я возьму выходной. Очень сложно на самом деле, я это понял для себя, каждый день снимать ролики и монтировать их по ночам. Потому что я до 3-4 часов утра монтирую ролики. Так что надеюсь, вы меня поймете. Я хоть и обещал всю неделю выкладывать, но вы просто понимаете, я делаю ролики и хочу и буду делать ролики качественными. То есть я всегда за качество. Если бы я снимал просто свой день с утра до вечера, без всяких музыкальных вставок, просто рутина, просто работа, без всяких красивых кадров, заставок. Это одно дело, это и монтировать проще. Ну и снимаешь как бы все заподряд, потом просто кусками вставляешь, нарезаешь. И это в принципе и монтировать не так долго. Но я хочу делать свои ролики качественными, с красивыми кадрами. Постоянно меняешь ракурс камеры. Так что друзья, это на самом деле очень сложно. И это очень много времени занимает у меня в течение дня. То есть я и на ролики очень много времени трачу. И плюс я не сплю по ночам монтирую их. Это довольно таки сложно. К тому же у нас очень много стройки. И у нас сейчас цель заехать в дом. То есть у меня по идее на ютуб времени вообще мало. То есть 2-3 ролика в неделю я вам конечно обещаю, но не больше. Потому что сложно на самом деле, сложно. Немного я так выговорился. Желаю вам приятного просмотра и хорошего настроения. Мы начинаем новый ролик. Дворы это я имел ввиду для скотины. Мы хотим разобрать тот дом и все старые постройки, которые там есть. Извлечь оттуда хороший материал. И из этого материала построить дворы. Вот. Для скотины. Наверное уже в мае начнет расти зеленая травка. И мы наших овечек выпустим на поле. То есть они у нас будут пастись на поле. И как я вам уже показывал в летних роликах. Они жили у нас в сарае, который расположен на поле. И перед тем, как мы их выпустим на поле. Их нужно будет подстричь. Вот. А в плане будем ли мы что-то делать с их шерстью. Я вам сейчас кое-что покажу. Вот такая вот, друзья, штука у нас есть. Это прялка, друзья. Это очень старинная вещь. Этой прялки уже точно больше ста лет. Возможно, Люба попробует освоить это ремесло, так сказать. По крайней мере, есть прялка, на которой можно эту шерсть обрабатывать. Так что вот вам ответ на ваш вопрос. Если у Любы появится такое желание попробовать освоить данное ремесло, то она попробует, и мы обязательно вам это снимем. Это наш второй участок. И на этом участке были расположены пчелы. На данный момент пчелы находятся на зимовке. В общем, сейчас расскажу. Хозяин этого дома, он был местным человеком. И после его смерти дом по наследству достался его дочке. Она вступила в наследство, и вот мы оформили документы и приобрели этот дом. То есть нам повезло. Не было такого, чтобы мы ломали голову, а как же найти, кто хозяин. То есть такого не было. Из животных у нас курицы, овцы и поросята. Летом мы пробовали держать гусей. Но у нас их было три гусенка. Летом мы просто попробовали, что это за птица, как она растет, насколько быстро она вырастает. Это был такой эксперимент. Ну и также Байкал и Шнурко. Земля на лишней не будет, как бы. И вообще с нынешней ситуацией в стране, мне кажется, нужно как можно больше земли и стараться засаживать, чтобы можно было обеспечить себя продовольствие. В плане ухода это просто уборка за ними. То есть нужно вычищать навоз, посыпать опилки, кормить их. Ну у меня уходит где-то два часа утром и может быть час-полтора вечера. Овец мы кормим сеном, поросят кормим сухой посыпкой. Это дробленая пшеница и овес в перемешку. То есть у них сухой корм. Также пока была картошка, варили им картошку. Как-то я им покупал отруби, запаривал отруби, еще давал. Ну как дополнительный доход можно, конечно. Я не говорю, что тут есть цель поставить все на поток и с этого жить. Нет, есть заказ, сделал, продал. Нет заказов, делай что-то другое. Но вообще мне очень нравятся работы по дереву. Хочу потом со временем попробовать развить это дело. Так что вот. Ну и буду вам показывать, как будет у меня получаться. В других деревнях дом на доме и там участки по 10-15 соток от силы. Ну и цены там есть намного. Вот в соседних деревнях дома продаются от 250 тысяч до полумиллиона. А здесь дом есть, место шикарное. Купили мы его не так дорого. Много земли. Здесь как бы есть все возможности для этого. И место очень классное нам понравилось. Поэтому и решили. Спасибо вам огромное. Да, поросят выпускают на улицу. Я бы тоже выпускал. У нас летом было два поросенка. Черный и белый. И у нас сделан к тому двору выгул. Они гуляли у нас летом. Когда мы сделаем новый двор специально для поросят, мы это все предусмотрим и сделаем им все выгулы. Как бы все будет нормально. Да, у нас подписчиков немного. У нас канал только начал расти. До этого он 7 месяцев вообще стоял. И 100 подписчиков я не мог набрать. Но смотрите, нас уже 3000 зрителей. Если каждый из вас посмотрит и поделится со своими друзьями, близкими, родственниками, нас станет еще больше. Соответственно. И канал начнет еще быстрее расти. Как бы я от такой помощи не откажусь. Да, Гойрц это немецкая фамилия. И кстати говоря, кто нас смотрит с Германией, вот к вам вопрос. Эта фамилия, она вообще редкая? Встречается ли она в Германии? Мне вот просто интересно очень узнать такую информацию. Если обладаете такой информацией, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот этот вопрос интересный на самом деле. И еще был один вопрос к нам тоже. Но я его не нашел просто. А вы не боитесь, если заявится хозяева, а вы там внутри уже сделаете ремонт? Друзья, мы не боимся, потому что мы являемся законными владельцами этого дома. То есть люди, которые пишут такой вопрос, они думают, что мы приехали в заброшенную деревню, увидели заброшенный дом и решили в нем поселиться без понятия, чей этот дом, кому он принадлежит. Друзья, нет. В наше время таких случаев, я думаю, что не бывает. Это не как в Простоквашино. Приехали в деревню и на доме написана табличка «Дом свободный, живите кто хотите». Перед тем, как заселиться в этот дом, мы, конечно же, его приобрели. Нет, газа у нас нету. И вообще, вот в соседних деревнях по району ни в какую деревню не проведен газ. Недалеко у нас есть газовый участок, газ туда привозят, и его можно купить в баллонах. Баллона хватает на месяца 3-4 примерно, смотря как его заправят. Этот баллон можно установить в специальный ящик на улице и подключить к газовой плите, вывести это все в дом и готовить еду на газу. По-моему, на данный момент вопросов больше на канале особо нету. На самые интересные вопросы я ответил. Продолжение этой рубрики теперь зависит только от вас. Вы будете задавать новые вопросы, и когда они накопятся, я запишу следующий ролик. Поэтому все в ваших руках. Пишите различные вопросы, которые вы хотите узнать. На этом я заканчиваю наше видео. Спасибо огромное вам за просмотр данного ролика. Спасибо, что ставите лайки, поддерживаете нас. Всем желаю добра и мира. Всем пока.